Андрей Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Андрей Петрович, драматичные события развиваются сейчас в Курской области, в приграничных районах. Мы, безусловно, следим за этим. У меня почему-то нет сомнений, что российские вооруженные силы выполнят все поставленные задачи, которые там перед ними стоят. Уж как будет дальше развиваться ситуация, будем следить. Но и нас коснулось, что называется. Не знаю, прямо это связано или косвенно, но мы уже все знаем, что некоторое количество беспилотников украинских сбито над нашей территорией. И ведь там же очень хорошо знают, что у нас единая группировка войск, единое ПВО. Что это такое? Это вот такая проверка, проверка на слабо очередная, нас. Ну, конечно же, и проверки на слабо, и в целом им нужно как-то поддерживать информационную повестку. Особенно на фоне тех событий, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке, на фоне предстоящих выборов в Соединенных Штатах, когда все об этом только и говорят. Ну и, соответственно, операция, которую они сегодня в том числе проводят в Курске, она же все-таки потихонечку затухает, как бы оно ни было. Ну, а здесь, так как вся информационная повестка как раз и поддерживается странами Запада в основе своей, то есть им нужно постоянно подогревать к себе интерес. Ну и, конечно же, то же самое, те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве, это вот эти 13 беспилотников, которые были сбиты непосредственно Костюковичами. Это то же самое, тот же информационный посыл, который должен был показать, ну, Республику Беларусь не совсем в приглядном виде. А с другой стороны, просто показать, что Украина, она безнаказанна. Ну, о мирных или немирных, как кому-то кажется, намерениях Беларуси, говорит хотя бы тот факт. Вот обратите внимание, беспилотники сбиваются над нашей территорией. Главнокомандующий президент Беларуси Александр Лукашенко держит руку на пульсе, но в то же время сам в это время находится где? В полях, как у нас говорят. То есть в стране уборка урожая идет. И я думаю, это тоже не случайно. В общем-то, это достаточно такой сигнал, что он называется, и обществу, да и вообще всем, что мы в первую очередь думаем о мирной повестке. Александр Петрович, вот вы сказали о том, что то, что произошло для нас, для Беларуси, ну, и для белорусских вооруженных сил, наверное, в первую очередь, такой казус Белли. Но я так понимаю, и он же ведь не первый, давайте так говорить. Но я так понимаю, наша же задача вот не повестись на подобные провокации. Мы же взбили их, мы показали. И, как вы правильно говорите, то есть Беларусь, она выступает в качестве соагрессора. Они по-другому не предложат на нас посмотреть. То есть в любом случае они будут говорить, Беларусь – это соагрессор, посмотри. И хотя они сейчас пошли по другому пути, нет, ракеты никакие не летели, никакие беспилотники не пролетали, стали там ссылаться на какой-то там Гаюн, который якобы говорил, что вертолет с самолетом вернулись назад, и подвес был тот же самый. Но так самолеты, вертолеты не применяли. Люди полностью не понимают, по всей вероятности, как работает совместно система противовоздушной обороны, и как в этих рамках действуют военно-воздушные силы. То есть четко было сказано, работал полк противовоздушной обороны с зенитно-ракетными комплексами, которые были применены. Были 13 беспилотников именно в ударном снаряжении уничтожены. Остальные нашими радиотехническими войсками были сопровождены и переданы российской стороне, которая потом успешно их уничтожила уже непосредственно в Ярославской и Смоленских областях. Тут можно говорить все, что угодно. Но есть и факты контроля, которые предоставляют наши командования противовоздушной обороны, объективного контроля, пожалуйста, пользуйтесь. Выступление официальное наших дипломатов на самом высоком уровне, выступление главнокомандующего президента Республики Беларусь. Это не голословные слова. Пожалуйста. Но в этом случае необходимо отметить, вот вы правильно говорите, мы союзное государство, мы ближайшие союзники Российской Федерации. То, что для нас, по сути, свои пересечения воздушного пространства тайными беспилотниками, они являются казус Белли. Открываем статью 51-го устава Организации Объединенных Наций и читаем, что в этом случае мы имеем право как на индивидуальную, так и на коллективную оборону. До тех пор, пока в Совете Безопасности не будут приняты соответствующие меры по обеспечению мира, порядка и так далее, и суверенитета, и прочего всего. Ну а что? Украинцы не знали о том, что у нас единая региональная группировка по противовоздушной обороне? Конечно, знали. Они что, не знали, что часть как раз Брянска и Смоленских областей попадает в зону ответственности нашей ПВО? Прекрасно знали. Вот и проверить, решили на прочность наши союзнические отношения. Посмотреть, как работает там наша доктрина, о которой мы писали в девятой главе, об этом много говорили, в плане союзнических отношений. Те же самые договоры о коллективной безопасности, там статья 4, статья 17 нашей совместной доктрины союзной. Все это говорит о том, что Республика Беларусь сегодня может принять самые кардинальные меры в отношении тех происков, которые сегодня совершает именно украинская сторона. Ведь вы обратите внимание, как Украина еще при этом не держит свое слово, а ведь не держит она на уровне военно-политического руководства. И глава государства когда сказал, что мы просто договорились на уровне военных, на уровне политиков, на уровне военных, ну мне кажется, извините, если уже военные пообещали друг другу давайте будем выполнять, они как бы, образно сказать, мы хлопнули друг друга по рукам, и что дальше? Дальше мы, да, мы видели, что часть сил и средств, особенно вот этих тяжелых, как и Брэдли, там некоторые ракетные системы, Хаймерсы, выдвинулись в сторону СУМ. Да, мы это видели, мы тут же эту информацию, причем это было сказано в открытых каналах связи, передали нашим российским коллегам в Генеральный штаб. А то, что уже мы по закрытым каналам связи, о чем переговаривались главные разведительные управления Российской Федерации и Республики Беларусь, ну это уже, как говорится, только им и Богу известно. Ну, надо понимать, что и сегодня как раз вот эти вот органы, государственные органы военного управления находятся в постоянном контакте. И только сейчас от политического руководства, от военно-политического руководства наших стран будет зависеть дальнейшие наши действия. Ну а что касается прикрытия наших войск, прикрытия нашей государственной границы, показали везде погрузку техники, силы специальных операций, уже действуют там. Что касается маневренных групп пограничных войск, а граница у нас не совсем там прикрыта, то есть у нас как бы открытые границы достаточно, тоже уже находятся в полной готовности и выполняют там задачи. Ракетные войска, тяжелые формирования, прежде всего сил немедленного реагирования, они выдвинулись туда. А это уже серьезное заявление с нашей стороны. И украинская сторона, Украина это прекрасно понимает, что может только вспыхнуть спичкой, и дальше может произойти что угодно. Если мы с южными рубежами куда бедно как-то там наладили все эти контакты, связанные с тем, чтобы предотвратить внезапное столкновение и исключить внезапность действия, сколько, заметьте, сбивается периодически разведывательных беспилотников, сколько задерживается диверсантов, которые проходят. Это уже, как говорится, особенно и не в счет. И, честно сказать, там по лесу тяжеловато пройти. Особенно там много барьерных рубежей. Это связано и с Припятью, и Днётропско-Бултским каналом. А вот эта часть здесь сегодня развертываются, вот эти события непосредственно в Курской области, а там и Брянская же совсем рядом. Конечно, она вызывает очень большое беспокойство у нас. Особенно на фоне, я говорю, того, что украинская сторона начала снимать с нашего приграничья и перебрасывать туда войска. Хотя они в небольшие силы, но тем не менее. Ну, говорить о том, что мы готовы вот немедленно сейчас вступить в войну или проведение специальной военной операции, наверное, говорить это преждевременно. Во-первых, это должны решать политики. Мы видели официальное заявление нашего высшего дипломатического руководства. И то, что у нас есть задача, которая четко определена в рамках как раз региональной группировки войск и сил. И нам определено западное направление, как основное, обеспечивающее, во-первых, безопасность Калининградского особого района, этот Калининградской области, то есть Сувалский выступ всем главный, и сдерживание польских войск, сдерживание литовских, латышских, латышских соединений. Но это не говорит о том, что там латыши и поляки. Вы посмотрите, какие группировки там созданы. Только что буквально прошла 16-я ротация войск НАТО на территории Литовской республики. Литовцы прямо на границе, в трех районах, проводят у нас на данный момент учения. А это «Железный волк», проводят такие же и названия у них интересные. «Железный волк» проводит учения «Сверепый волк», где в течение недели они проведут в рамках действий в населенных пунктах, а потом будут боевые стрельбы подразделений. И все это при успешном руководстве всего блока НАТО. А поляки 17 тысяч выдвинули на охрану забора. Вы можете себе представить, построили заборы 17 тысяч. Для чего? Да это все идет типичная эскалация той обстановки военно-политической, которая сегодня вокруг нашей республики. Это все нагнетание того, о чем они говорили на этом саммите в НАТО. Вот мы перестали почему-то обращать внимание, ведь посмотрите, как перекликался саммит НАТО, который проходил в 23-м году в Вильнюсе и сейчас в 24-м году в Вашингтоне. Интересный момент. Если в 24-м, в 23-м году было 90 пунктов различных по реализации в коммунике, то на данный момент у них, именно в коммунике находится 38 пунктов всего осталось. 38. Но из этих 38 посвящены республике Беларусь. И то, что там нет ни слова о мире, о переговорах и стабилизации, обстановка это точно. Зато через слово сквозит стратегическое поражение Российской Федерации. И заявка на глобальное свое доминирование в мире. Вы поймите, как с 21-го пошло, они все нагнетают, нагнетают, нагнетают. Причем на Молдавию они уже меньше внимания обращают. На Грузию там вообще один раз вскользь обратили внимание, что Российская Федерация должна территорию вернуть туда. А вот Украине выделен целый блок шести вопросов в конце, после самой этой декларации. Целых шесть аспектов. Где оказание помощи, деньги, выделение ежегодных денежных средств, выделение денежных средств, как в рамках Организации Объединенных, как в рамках НАТО, так и в рамках межправительственных соглашений. Ну и то, до чего они там договорились, по сути, не имеет места даже быть для того, чтобы говорить о мире в регионе. Нет абсолютно именно наращивания расходов на оборону. Приоритеты как раз вот это 2% и выше от ВВП. Ну и географию. Они очень сильно расширяют географию. Причем расширили ее настолько, они включили туда только два региона почему-то. Это Антарктиду и Южную Америку. Все остальное это уже на сегодняшний день сфера влияния Североатлантического альянса. Ну и Республика Беларусь там занимает почетное место в целых двух пунктах. Как соагрессор опять-таки в подтверждении, как та страна, которая дестабилизирует, оказывается, всю эту обстановку. Хотя, как вы видите, наверное, мира ни одно государство больше не хочет. Наверное, на первом месте это Беларусь. На втором месте, наверное, это Венгрия, которая прикладывает максимум усилий. Надо отдать должное Ворбану и Сеярта за то, что они, по крайней мере, еще имеют холодный и здравый рассудок. Я думаю, что пока есть такие государства, может быть, не все будет у нас и потеряно на данный момент. Ну, римляне, которые знали толк в войне, ведь не зря родили фразу «хочешь мира, готовься к войне», которая затем стала крылатой. Отрадно понимать, что в нашем военно-политическом руководстве это хорошо понимают. Вернусь к событиям в Курской области. Вот если рассматривать ситуацию как урок. Мы часто и много говорили о белорусских войсках территориальной обороны. И вообще о территориальной обороне, как она должна быть устроена, как обучаться, как развиваться, в конце концов. Если рассматривать все, что происходит сейчас в российском пригранище, как, еще раз повторюсь, урок, то, на ваш взгляд, могли ли территориалы каким-то образом изменить ход событий по сравнению с тем, что происходит сейчас? Я хочу сказать, ну, посмотрите, мы четко определили, чего хочет Украина в этой ситуации. Посмотреть на наши союзнические отношения, информационные сферы и так далее. Ну, а какие цели преследуем мы выдвижением вот этих сил и средствами? Случайно и глава государства об этом говорил. Первое и самое главное, нам нужно защитить наши рубежи. Это главнейшая задача, и мы четко понимаем, что на сегодняшний день она стоит очень и очень остро. Идет наращивание не только механизированных формирований, как я говорил, но еще и системы ПВО, и радиотехнических войск, и в рамках этого же развертывания ПВО, и радиоэлектронной борьбы. Второе, что нам необходимо, это помочь нашим соседям. То есть обеспечить этот фланг, который на сегодняшний день, как мы видим, действительно немножечко остается открытым. И мы должны именно как союзники этот фланг обеспечить, помочь им. В том числе в рамках вот этих прилегающих областей, прежде всего Брянской и Смоленской. Что, я думаю, мы и сделаем. Второе. Конечно же, продемонстрировать нашу решимость. О том, что мы не будем сидеть сложа руки, мы готовы немедленно выступить на защиту нашей Родины и на выполнение наших союзнических обязательств. То есть тут даже не должно быть ни у кого абсолютно никакого сомнения в этом вопросе. Ну и самое главное, о чем сказал президент, не допустить эскалации вооруженного конфликта в этом регионе. Поэтому мы четко понимаем и осознаем. И войска тоже самое получили задачу. Именно решать вот эти цели, ну уже на своих уровнях, на двух тактических направлениях. Это на Мозорском и на Гомельском. Четко, я думаю, и мы уже осознаем, и мы понимаем о том, что в нынешних условиях, а условия на самом деле очень сложные, уже сидеться просто так не придется. Придется, как бы оно ни получилось, все равно наращивать свой военный потенциал. И вы видите, что если соседи, та же самая Литва, в прошлом году у них было 2,75%, а в следующем году уже планируют более 3% от ВВП. Польшу за 4 переваливай. Ну извините, но нам тоже уже нельзя сидеть сложа руки. Люди нам никогда этого в жизни не простят. Понятно и прекрасно, что мы тоже будем потихонечку готовиться к тому, что военный потенциал надо наращивать. Для этого, безусловно, нужны деньги. И президент правильно сказал. Будет экономика, будет и безопасность. И сегодня, если мы не завалим уборочную, то тогда, соответственно, я думаю, будет у нас и надежный тыл, и вооруженные силы будут в состоянии выполнить поставленные перед собой задачи. Не просто выполнить эти задачи, а выполнить самую главную задачу. Это сдержать возможную или вероятную агрессию со стороны недружественных государств. Это, наверное, отдельная тема. Как так получилось, что все знали, что какие-то определенные силы, да и не определенные, а достаточно значительные, накапливаются на этом участке границы с Россией, со стороны Украины. Ну и вот вам, пожалуйста. Надо понимать то, что, да, территориальная оборона, она очень важна. Безусловно, наличие территориальной обороны, особенно в населенных пунктах, она обеспечивает сдерживание противника. Но в то же время надо четко понимать, территориальная оборона, она не предназначена для отражения ударов тяжелых механизированных формирований. То есть тех танковых клиньев или еще ударов авиации, у них несколько иные задачи. Именно территориальная оборона, она бы как раз способствовала высвобождению войск на второстепенных направлениях для решения этих задач. Это, да, эффект действительно был бы колоссальным. Вот опыт невеликой отечественной войны, он очень много о чем говорит и свидетельствует о том, что, посмотрите, когда создавались дивизии народного ополчения под Ленинградом, под Москвой, они создавались именно как дивизии, как войсковые формирования. Но учитывая низкий уровень обученности, потери их составляли примерно 48 солдат на одного убитого немца. Ситуация, когда развернулась в обратную сторону, в обратную сторону, и мы под Берлином уже столкнулись с их ополчением условным, да, которое формировалось на уровне батальонов, то там потери вообще были колоссальные. То есть войска, по сути своей, не считали это вообще за то, что подразделения перед ними находятся. И сегодня вся территориальная оборона, ну, наверное, за исключением там Соединенных Штатов Америки, за исключением, наверное, в какой-то степени Британии, то есть англосаксов, ну, поляки тоже идут по принципу, она складывается к тому, чтобы это осуществлять, охрану и оборону на второстепенных направлениях, для того, чтобы высвобождать вооруженные силы для выполнения задач. Но, что хочется отметить, вот посмотрите, сейчас наиболее яркий пример – это город Суджа, на территории Курской области, который удержался. И вы можете себе представить, он удержался в основном не только за счет войсковых подразделений, которые там были, а за счет народного ополчения тех мужиков, которые взяли ружья, которые у них есть, охотничьи, которые, как говорится, обратились в воинские части, и сейчас плечом к плечу они не смогли взять эту Суджу. А ведь если посмотреть на саму эту операцию, вот вы говорите, вот кто-то там что-то говорит, что-то нет, а уже многие интересные моменты всплывают, в том числе и по этой Судже. Ведь посмотрите, когда наносился удар перед тем, как его нанести, и как эта группировка вообще там появилась, если о ней говорили все, в том числе и мы предупреждали, да и сами российская сторона неоднократно показывала. Владимир Владимирович Путин как-то заявил о санитарном кордоне. Помните, как раз в этих районах, для того, чтобы исключить внезапность нападения, обстрела, как раз вот эти, Курской области, Брянской и Белгородской. Соответственно, на это, безусловно, украинская сторона отреагировала. То есть, тем более, у них события недавно произошли совсем там в районе Харькова, и, безусловно, они ждали и в районе Чернигово, и в районе Сум. И начали туда сосредоточение этих сил. Они их туда, конечно же, сосредоточили. Притащили вначале с оборонительными целями, а потом смотрят. Никто туда наступать не собирается. А войска-то там стоят для решения этих задач. И подвернулась неплохая, как говорится, у них идея родилась. Они провестили нам соответствующую операцию на данном направлении, выбрав наиболее слабое место в обороне. А оно там четко было видно в одну ниточку, можно сказать, стояли российские войска вместе с пограничниками. Ну, а это все по законам войны. А это все, как говорится, они действовали безупречно в этих вопросах. Создали ударную группировку. Определили три основных направления на узком участке. Ударили, пробили ее легко. И в высоких темпах начали наступление. Вот это пример того, о чем мы говорили неоднократно, что достигнуть больших успехов только на тактическом уровне невозможно. Сумма этих успехов тактических, она никогда не будет равна тактическому успеху, переросшему в оперативно-тактический, а в дальнейшем в оперативный успех. А здесь, посмотрите, за кратчайшее время большое количество населенных пунктов было захвачено. Три направления, они четко прослеживались и четко видны. Это Рыльск, с одной стороны, второй – это Льгоф, и третье – это Курчатов. Ближайшая задача как раз – это и был выход на рубеж, вот это Коренева, с одной стороны, а с другой стороны – Суджа. Я думаю, что Суджа, то, что ее не взяли, и явилась основой тому, что, прежде всего, началось свертывание этой операции. Коренева им было выгодно только для того, чтобы овладеть его как важным транспортным коммуникационным центром, потому что тут идет прямая железная дорога, и там большая станция погрузочно-разгрузочная, прямое сообщение с суммами. А для подвоза боеприпасов, подвоза техники – это очень и очень важно. Поэтому на сегодняшний день у них и застопорилось. Ну и самое главное надо понимать, они проводили эту операцию в составе от трех до шести бригад. Тут по-разному расходятся данные. Вот. От трех до шести бригад. Следовательно, больше, чем они откусят, они не проглотят. Понимаете? Это невозможно это сделать. Поэтому операция у них даже без включения войск сейчас все равно остановится. И она останавливается, в принципе. А учитывая то, что у нее еще остается открытый фланг, это невзятая Суджа, то понятно, что в любой момент вот это острие, наступление которое может быть срезано. Хотя я говорю, они избрали правильно три удара. Один основной, два, один вспомогательный и один другой удар. Для того, чтобы войска, которые пытались срезать это, попадали в оперативную тень наступающих войск. А извините, если вы не взяли Суджу, на этом вся оперативная тень заканчивается. Теперь это дает возможность именно для того, чтобы наносить подобные удары. Но, к сожалению, я думаю, очень много времени потеряно. Посмотрите, какие задачи могла решать сама по себе вооруженная СНИЛ Украины. Первое. Многие говорят, нет военных целей захвата территории. Ничего подобного. А ведь это нужно выразить и четкий замысел, и поставить боевые задачи, и организовать всестороннее обеспечение, взаимодействие, управление. Да это масса-масса всяких мероприятий только на этапе организации. Я уже не говорю на подготовку, где нужно готовить эти районы, проводить маскировочные операции и так далее, и тому подобное. То есть сказать, что это пиар-акция, о чем вы говорите, конечно же нет. Задача, которой они перед собой стали, первая задача – это разгром противостоящих группировок и овладение частью территории. Вероятнее всего, это являлось ближайшей задачей, о чем мы с вами говорили. А дальнейший, скорее всего, это выход на эту транспортную коммуникацию. И в том числе, я уверен, если бы получилась атомная станция. Это очень лакомый кусочек. Очень. То, что там говорят с МАГАТЭ, да посмотрите. Вот совсем недавно обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. МАГАТЭ сказал, да ничего страшного, бывает. Ну, точно так же и преподнесли бы все это дело соответствующим образом и по поводу этой электростанции. Что касается овладения вот этой вот газоизмерительной станцией. Тоже говорят, ну что там, захватили они кучу вентилей и счетчиков. Ну, извините, ну какие же это вентили и счетчики? Это важный, как говорится, узел. Одно дело, газ не подается с территории Украины. А другое дело, газ не подается с территории Российской Федерации. И кто в этом случае должен нести помимо убытков и покрывать эти убытки для стран Евросоюза, в том числе и таких, как Венгрия и Словакия, которые заинтересованы в поставках этой, заинтересованы, чтобы этот конфликт прекратился. Поэтому я думаю, что в том числе вот эта задача являлась важной. Ну и тут уже буквально, я думаю, если верить самому Зеленскому, если можно ему верить, то он говорил о 14 бригадах. Вот, предположим, 6 задействованы. Сейчас, помимо первого этапа, именно первый этап это овладение, разгром, сейчас это закрепление. То есть закрепление той территории, а в дальнейшем у них будет либо наращивание усилий, либо переход к оборонительным действиям на этих рубежах. Поэтому у Российской Федерации было буквально 3-4, ну максимум 5 дней для проведения контрударов. Потому что в противном случае очень быстро они будут зарываться в землю. А это когда они создадут оборону свою первой, затем второй очереди, затем в дальнейшем там накопают все. Выбить их оттуда будет крайне тяжело. Как мы их выгрызаем на сегодняшний день из Донбасса, я думаю, это видят все. Поэтому времени очень мало. Пока концентрация войск там высокая не достигнута, я думаю, что Российская Федерация должна действовать. Но здесь возникает тоже вопрос такой. Почему проведение данной операции, которую назвали как контртеррористическое, доверено Комитету Федеральной Службы Безопасности, ФСБ? То есть тут возникает вопрос. И он возникает у многих. То есть как бы первый вариант это может быть. То, что Российская Федерация, это опять-таки говорят об этом, президент уже начинает не доверять военным. Особенно на фоне вот тех, которые проходили, ну не назовем их посадки, а пока давайте так, отстранение генералов, высоких чинов. А ведь это мы видим только верхушку айсберга. И то, что происходит. И возможно, что подобные какие-то акты, если у тебя лежат денежки где-то там в офшорах, то ты за эти деньги несколько раз родину продаешь, получается. А с другой стороны, и мне кажется это наиболее вероятным, президент доверил это именно проведению Федеральной Службы Безопасности, эту операцию, по той причине, что это все на самом деле не имеет таких масштабов, как на данный момент разносится в информационной сфере. А все происходит в приграничной территории. Просто некоторые люди не пытались раздувать, а было четкое понимание. Хотя, безусловно, если не проводить зачистку или проводить ее, нужно четко понимать. Сталин успел до Великой Отечественной войны провести необходимую чистку в рядах. Сегодня это уже говорят, наверное, это было правильно. Потому что, что касалось троцкистского блока, все остальное, хотя тоже по потерям, сейчас все можно найти в интернете. Оказывается, из репрессированных было расстреляно менее тысячи военачальников, ну, командиров различных звеньев. Да, это немало. Но это не те цифры, о которых нам назывались. Статы из сто и более тысяч, которые там куда-то уходят и прочее. Основная масса была прощена. Они потом себя очень неплохо показали на фронтах Великой Отечественной войны. Самый яркий пример маршал Советского Союза Рокоссовский, я думаю, который принимал парад победы и который даже потом в угоду Хрущеву ни одного слова плохого не сказал в сторону Сталина. То есть тоже это надо понимать и осознавать. Ну, а вы понимаете, что на сегодняшний день Украина, как мы говорили, она получила карт-бланш, это вседозволенность. А вспомним тоже из истории, кто получал эту вседозволенность от Запада. Это фашистская Германия. Именно вопросы нациализма, национализма ложились в основу того. И противодействие было не Советскому Союзу, как во всех документах написано, а Советской России. Советской России они так ее называли. И именно на сегодняшний день мы сталкиваемся абсолютно с этим. С поставки вооружения, подготовка. То есть вот эти все аспекты. И даже если вот про эти дроны мы вернемся назад, тоже исторические, как говорится, соображения. Вы вспомните, как было в 2022 году. В Польшу прилетел С-300, который убил двух поляков. Сразу же обвинили в этом Россию. Там стали искать четвертую статью. Сразу же какая буча на весь мир поднялась. Извините, а почему сегодня тишина в средствах массовой информации? А вот на территории Республики Беларусь сегодня сбиваются реальные беспилотные летательные аппараты. Мы не страна-участница сегодня в этой специальной военной операции, как бы этому кому не хотелось. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Но однако молчание. И однако опять-таки виновата Беларусь, которая своими плохими ракетами сбивает хорошие беспилотные летательные аппараты с этой стороны. Поэтому я думаю, что не все так просто сегодня в Курской области. Да, сосредоточение сил идет. И особенно нужно четко понимать. И на Красноярожском направлении то, что опять появились какие-то события, то, что возможно, Белгородское. Да, они будут где-то еще наращивать. Им нужно постоянно это поддерживать. Вот этот информационный шум нужно поддерживать. Потому что, поверьте, что рано или поздно сейчас весельем придет похмелье. И сейчас ровно те, кто являются сторонниками проведения этой операции даже на территории западных странах и на территории Украины, самих украинцев, станут ярыми противниками, будут критиковать, почему в это время у нас рушился фронт. На фронте 20 километров и на глубину 25-30 километров решали какие-то пиар-задачи. И положили самых лучших. Ведь, поверьте, туда приехали 80-е, 82-я, часть 5-й бригады. Это же одни из самых боеспособных бригад, которые укомплектованы по последнему слову техники. И самое главное, вот тоже посмотреть надо, как интересно действовала украинская сторона принципиально. Потому что, ведь у них господства в воздухе не было. Но впервые мы увидели, как в рамках вот этой операции было проведено захват малого воздуха. То есть беспилотники Российской Федерации практически не летали. С одной стороны, это действовала их уже беспилотная авиация их. С другой стороны, действовали радиоэлектронная борьба и силы и средства противовоздушной обороны. Практически не шли сразу за боевыми порядками передовых отрядов. Что позволило, во-первых, конечно же, фактор внезапности осуществить, внезапность этих действий. А во-вторых, конечно же, выиграть время и полностью завладеть инициативой. Нужно перенимать этот опыт и нужно смотреть, каким образом уже на сегодняшний день Украина в состоянии действовать. Ну, я думаю, что данный опыт Российская Федерация возьмет на вооружение. И уже второй раз подобное у них просто не получится. Андрей Петрович, мне показалось по вашей реакции, когда я задавал вопрос про территориальную оборону, вы так отнеслись к нему как немного дилетантскому. Прошу меня извините, я человек не военный. Но вместе с тем, если все-таки рассматривать то, что происходит, как урок для всех, для нас, белорусские вооруженные силы, что должны извлечь и что, может быть, уже извлекают? То есть, из того опыта, который демонстрирует и Российская Федерация, но я думаю, что и из того опыта, который демонстрирует ВСУ. Смотрите, тут вот проблема именно этой войны, ну, назовем ее так, да, то есть, если это специальную военную операцию с двух сторон, проблема заключается в том, что в основе ее лежит именно не выполнение целевых задач военных, а в основном выполнение политических задач, которые стоят. То есть, политика явно превалирует. Вот это первое, что надо брать на вооружение. Потому что, по сути своей операции, ну, кроме начала именно СВО самого в феврале, кроме того, что Харьковская операция, которая проводилась и сейчас вот такой, ну, условная операция, такой на оперативно-тактическом уровне, которая проводится в Курской области, в принципе, на оперативном уровне взять оттуда особенное нечего. Ну, кроме вопросов, конечно, логистики, организации, управления, непосредственно военных действий. Тактический уровень, конечно, изобилует всем новым. Тут нет всякого сомнения, есть что брать, есть чему учиться, есть самое главное, на что опираться. Потому что во многом, конечно, тактика, она даст толчок. Потому что тактика, как и оперативное искусство со стратегией действует на тактике, так точно и тактика будет развивать это оперативное искусство. Я прекрасно вижу, как сегодня хорошо подготовлены вооруженные силы Российской Федерации. То есть, по сути своей, то, что касается вот этого Донецкого фронта и всего, то, каким образом это осуществляется, конечно, есть. То, с чего брать пример, есть то, чему учиться. Ну, я хочу сразу же отметить такой важный аспект. Мы продолжаем учиться. То есть, наши все органы управления, наши воинские части, соединения, подразделения, проводят в том числе и совместную подготовку, причем постоянную. Не от учения к учению, а постоянно осуществляется обмен опытом. Обмен там не только на теоретическом, но и на практическом уровне. Вот сейчас будет целая серия учений проведена, и как и в рамках УДКБ, и в рамках совместных действий нашей региональной группировки войск и сил. То, что мы от Вагнера очень много чего взяли. Даже вот на уровне той же самой нашей военной академии Республики Беларусь и научно-исследовательского института созданы целые группы под эгидой генеральных штабов. Генеральных штабов как российских вооруженных сил Российской Федерации, так и наших. Еще под эгидой тогда генерала армии Шойгу, а сегодня, соответственно, все эти вопросы курирует генерал армии Герасимов. То есть обмен идет постоянно. Нет такого, что мы просто почиваем на лавах и смотрим, как там все появилось, и ищем в телеграм-каналах, что можно оттуда подчеркнуть. Нет, очень многое уже сегодня внедрено в войска. Это касается и новейших систем вооружения, я думаю, вы видите, как это все молниеносно происходит. Это касается в том числе и передвижения войск, потому что, конечно, то, как мы раньше представляли движение этих колонн, сегодня в рамках того, что действует и спутниковая группировка очень серьезная, и то, что действует очень большое количество прямо засилия этими беспилотниками различными, а также там начинают фотоловушек, заканчивая видеосвязью, в том числе и стоящие на дороге, и работы хакеров. Ну, просто современный общевойсковой бой сегодня настолько поменялся. Это не только солдат с автоматом. Солдат с автоматом, да, он выполняет главную задачу. Когда его нога ступит на землю противника, тогда она будет освобождена. А помимо того, людей, которые обеспечивают того, чтобы эта нога туда вступила, ну, это в разы больше, в разы больше. Это начиная тех же операторов БПЛА и заканчивая теми же самыми хакерами, которые взламывают различные системы компьютерные, в том числе и вдоль транспортных коммуникаций, где эти камеры стоят, в том числе, которые фиксирующие там дорожно-транспортные происшествия и снимающие там с различных радаров. То есть тут общевойсковой бой, он вышел совершенно уже на другой уровень. И это надо четко понимать. Это нужно транспортировать именно не только в рамках тактических действий. Но вот он заходит и на оперативный, и на стратегический уровень, где уже, конечно, совершенно по-другому подходит к этим аспектам, а аспектам, где уже это все занимается на таком высоком государственном уровне, военно-государственном уровне. Поэтому эти карты открывать далеко нельзя. Но я хочу сказать, что по сути своей подготовка российской армии во многом, она по многим аспектам равна подготовке белорусской армии. Хотя мы не имеем прямого боевого опыта. Наверное, это больше к счастью, чем к сожалению. Но тем не менее, я говорю, что вооруженные силы будут готовы дать отпор. Я в этом более чем уверен и ничуть не сомневаюсь, что именно в подготовке мы не уступаем ни украинской армии, ни российской армии. Ну а опыт, он приходит. Что такое, чем отличается обстрелянный солдат не от обстрелянного? Один бой, солдат уже обстрелян. Но он в этом бою выжит. А вот как он должен в этом бою выжить? Его нужно научить до этого боя. Поэтому вот этим мы сейчас и занимаемся. Самое главное, должны выжить пункты управления, органы управления выжить. Ну и, конечно же, все элементы боевых порядков, обеспечивающие структуры и так далее. Вот это самое главное, что дает нам возможность. А то, что мы выдвигаемся сегодня на государственную границу, то, что мы сегодня прикрываем, это тоже обучение. Оно проходит в условиях максимально приближенных именно к боевым. В условиях возможности столкновения с противником. Поэтому сейчас все действует по-боевому. И работает средство ПВО, и работает радиоэлектронная борьба. И работает в том числе и не только коллективная защита, не только индивидуальная. Но и каждый солдат четко понимает, что от него в том числе зависит сегодня жизнь подразделения в целом. То есть это обнаружение этих беспилотников и всего остального. Это тоже самая учеба. Поэтому туда они все задачи выполняют по-боевому. Там выдвижение осуществляется не с холостыми боеприпасами. Все идет. И понимание того есть буквально у каждого, что они защищают свою родину. Они защищают свой суверенитет. И это не высокопарные слова. Это то, для чего созданы наши вооруженные силы. И я уверен, что задача будет выполнена с достоинством. Какое бы решение в дальнейшем не было принято нашим военно-политическим руководством. Ну что ж, будем верить в лучшее. Спасибо, Андрей Петрович, за обстоятельный анализ ситуации. Всего доброго вам. Спасибо вам за приглашение. Субтитры сделал DimaTorzok